Девочки, замминистра, да? Ну ясно за что взяли. Была секретарша этого, уректора стала замминистра. Ну ты там, может быть, время молодых-то. Но тут еще другое есть. Это время молодых, они уже бесхребетные, бесхарактерные. Я потом отдельную передачу сделаю про это. Особенно про мальчиков. Уже нет мальчиков, мужчин и нет чистых женщин. Есть оно. Оно. Самое главное у них качество это безволие. Так. И тиражирование бесплодия или тиражирование слабых детей. Слабых. Вот. Это наше ждет. А там, а так как уже поколение сменилось, и те, кто вырос в памперсах, эти мальчики, они никогда уже не смогут стать настоящими мужчинами. Вот. Ну а девочки у них совсем другая. Такие при нас совсем другая. А вдруг реакция будет. Помните, как красиво рассказываешь, чем надо заняться, придя на пост замминистра. Ну нет у тебя никаких этих самых. Как Ракин говорил. Вот. Познакомился, а у нее толстая, толстая. Помните, диссертация. Вот. Чем ты заслужил такое право? Меня назначили вот на то место. Я бы за год такого бы натворил. Я бы их отучил по регламенту работать. Я бы всех вас, друзья, каждого рассадил бы. В каждом републике, в каждой области есть свои минсельхозы. Есть министры сельского хозяйства. Вот. Я бы всех вас, ну не министром сходу, замминистра бы назначил. По науке, по садоводству. Вот. И пошло бы, поехало. У меня с одной почки начались персики. Вы видели, сколько их уже по стране. С одной почки. Вы знаете, как, что такое это? Геометрическая прогрессия. Вы вспомните, на шахматы учили в школе. Ну, если кто-то учился. Со шахматы доску положили зернышко. На следующую два, на следующую четыре. Потом шестнадцать. И когда шестьдесят четвертая, а уже все зерна, все планеты. Не хватит, чтобы вот эту на последнюю клетку шахматы доски. Вот. Как быстро это все можно сделать? Только годы идут, все напрасно идет. Вот. Удобно, конечно. Секретаршу надо взять с собой, замминистра. Очень удобно. Там чай подносил, а тут поднесет. Нет, теперь у меня своя секретарша будет. Спасибо.